Они вернулись оттуда, откуда в далеких 40-х не вернулся каждый второй. В Смоленской области, где, как говорят специалисты, земля усеяна останками солдат Второй мировой, поисковый отряд из Чувашия нес вахту памяти. Оба прадеда, смолянина Вани Титова, не вернулись с войны. Они пропали без вести. Отыскать их пока так и не удалось. Зато уже несколько лет молодой человек помогает вернуть именно тех, кто погиб и остался лежать на полях сражений. У Ивана множество помощников из разных уголков России. На этой вахте памяти, в духовщине, мы познакомились с отрядом из Чувашии память. Они были абсолютно неподготовлены. Для них это было все в новинку. Для нас это было нетрудно научить их тому, чему нас научили, передать какой-то опыт. Сразу было видно, что ребята очень загорелись этим, им это очень понравилось. Для студентов историко-географического факультета Чигуи преподавателя Сергея Кадыбайкина это первая экспедиция. Сама же вахта 15-я по счету. 12 дней более полутысячи молодых поисковиков жили в полевых условиях и работали там, где 70 лет назад гремели страшные бои. Смоленская область была выбрана не случайно. Здесь у нас погиб враженец Чувашской земли, это Винокуров, в честь которого названа улица в городе Новочебоксарске. Командир сотой бригады, которая погибла, выполняя свой долг в операции «Марс» в 2002 году. Также под другими городами и населенными пунктами Смоленской области, безусловно, было много выходцев с Чувашской земли. Основная задача отрядов найти и перезахоронить с военными почестями воинов Второй мировой, вернуть родным и близким дорогие имена. Только за эту вахту удалось найти около 300 бойцов, а 11 защитникам родины восстановить имя. Впрочем, для истории важны любые детали того времени. Так как мы занимаемся поиском, мы находим бойцов, которые гибли во время боя. Естественно, с ними находились их личные вещи, самые банальные – нож для бритья, бритва, карандаш. Ну, это каска образца 42-го года, сейчас 42-го, стальной шлем. Это по форме, можно сказать, что осколок вошел здесь, поскольку загиб идет в внутреннюю сторону, и вышел с этой стороны, поскольку загиб идет в обратную сторону. Осколок от мины, вполне вероятно, от гранаты. Легендарный полководец Суворов когда-то сказал, война не окончена до тех пор, пока не будет предан земле последний солдат. А значит, у бойцов поискового фронта впереди еще много сражений. Вполне вероятно, что и следующее лето ребята проведут на раскопках. Ольга Пыречкина, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова